Как научиться безусловной любви, как постоянно держаться в этом состоянии, что бы вы могли посоветовать? Потому что иногда как-то держишься в состояние, потом слетаешь с него, и снова как-то начинает, слов эгоизм начинает… Сам термин искусственный, те, кто ввели этот термин безусловной любви, это, понимаете, я сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, если сейчас в современное мышление психологическое ввести термин, допустим, безусловного счастья. И как в этом безусловном счастье держаться, допустим, да? Или безусловное здоровье. Вот как держаться в постоянном здоровье? Или термин безусловное прощение, то есть я прощаю всех и всегда. Все эти термины относятся только к святым людям. Искусственно думать, что простой человек может так жить. Тем более мне, допустим, обсуждать эту тему с вами невозможно, потому что я не являюсь таким человеком. Я не всегда всех люблю. Я стараюсь, но у меня не всегда получается. Спасибо. Сейчас я вам объясню. Вы поймите, что ваша проблема ведь не в том, что у вас нет безусловной любви, а проблема в том, что неправильное поведение вызывает у вас страдания. Ну, допустим, если бы вы не страдали, разве была бы в этом проблема, что вы всех не любите? Ну, как-то просто хочется с таким настроем жить, не раздражаться, не психовать, а принимать какие-то недостатки близких людей. Видите, то есть причина всё-таки — это желание счастья, а не сострадание к людям. Правда ведь? Возможно. Это точно. Точно. Вы просто хотите быть счастливой, поэтому говорите, как, Олег Геннадьевич, так любить всех, чтобы я была счастливой. Чтобы всем было хорошо при этом, а мне и другим. Да. Вот это и есть концепция в страсти. То есть я хочу, чтобы мне было хорошо, и всем остальным рядом со мной тоже было хорошо. Но искусственно вы не сможете поменять платформу, потому что безусловная любовь — это благостная концепция. Я забываю про себя, всех люблю. Но это условие означает, что я люблю так же, когда невозможно любить. Например, я не заставлю всех быть хорошими по отношению ко мне. И если я их люблю в этой ситуации, то означает, что я сохраняю сильное отношение к ним. Теперь представьте себе такой фитилёк, лампочку, на которую сильно дуют, и она при этом горит. Как вы думаете, что является источником силы вот такой лампочки? Может, она по своей воле, ну, свечка имеется в виду, не дует, она не тухнет, она горит. Что является источником силы? Это нормальное явление или ненормальное? Вот представь, сейчас поставим сюда свечку, начнём на неё дуть, и она не тухнет вообще. Это нормальное явление или нет? Нет. Это значит, что есть какой-то источник силы внутри этой свечки. Это божественное явление. Правда ведь? Как говорят, что в Иерусалиме огонь не тухнет, вечный огонь там горит всегда, постоянно. Вот. Это не подвластно человеку. То есть нужно дойти до уровня святого, я так понимаю, что быть в таких состояниях. Только потом, да? Сейчас это невозможно. Всё-таки просто принимать свои недостатки, и то, что я иногда раздражаюсь, веду себя некорректно. Просто принимать это, прощать себя. Я сейчас вас научу. Вам надо принять себя. Хорошо. Принять себя такой, как вы есть. Это означает, что вы не всегда сможете простить и принять. Вы, допустим, можете поругаться с человеком. А потом, если вы понимаете, что вы просто не справились, вы потом извинитесь. Ну, то есть в этом мире мы не можем прожить безоблачную жизнь. И также святость — это не цель. Святость — это не цель, это награда. Допустим, могу ли я желать награду? Я просто тружусь. Есть два типа спортсменов. Один хотят первое место, а другие хотят просто трудиться, побеждать. И те, кто хотят побеждать, они спокойнее. Потому что если человек чувствует, он бежит уже слабее, чем на первое место, он вообще уже не будет бежать потом. Он просто остановится и всё. А тот, кто способен трудиться ради победы, значит, он забыл про первое место, про награду. Если вы хотите награду, то есть быть святой, хотите безусловно любви, то вы не сможете этого делать, потому что вы будете всегда расстраиваться. А если вы принимаете своё место в жизни, что вы можете? Вы что-то не смогли, просто поняли, что вы такая, у вас столько возможностей. И вы дальше опять встаёте и идёте дальше. Это в вашей возможности быть счастливой. Но если вам лектор говорит о безусловной любви, что надо всех безусловно любить, у меня создаётся впечатление, что он не совсем понимает тему. Но надо просто подойти к нему, уколоть его чем-то иголочкой, сказать, можешь полюбить меня сейчас безусловно? Думаю, что он не сможет. То есть просто принимать и жить, и не думать за награды? Это непросто. Потому что вы не сможете принимать и жить, если у вас не будет контакта с источником счастья. Единственное, что вы можете действительно себе гарантировать, что если вы живёте в отношениях со святостью, с источником счастья, тогда ваша батарейка всегда будет наполняться. А жизнь сама разряжает человека. И если человек разряжен, как он может нормально себя вести? Вся доброта, сострадание, любовь — всё это просто энергия, исходящая изнутри. Если у нас её нет, как мы сможем быть счастливыми? Нужно наполняться. Основная проблема людей, что у них не хватает понимания, что надо себя наполнять в отношениях со святостью, с Богом. А потом уже отдавать это людям. Если бы я сегодня не наполнялся, мне нечего было отдавать. Сейчас мы разберёмся. Люди привыкают ещё ко мне. В разных местах люди разные. Вот, например, когда я приезжаю в Омск, они вопрос создают раньше, чем я сажусь. Когда я приезжаю в Бильнюс, они вопрос только к концу лекции могут задать. Они смотрят на меня, привыкают. Вы тоже не такие быстрые, я уверен. Поэтому мы будем смотреть друг на друга. Вы как бы быстрее, чем эстонцы. Но они такие быстрые. Но у вас чувство юмора хорошее. Хорошо. Люди такие, какие они есть. Всё это хорошо. Нет такого, что люди все должны быть быстрыми. Нет такого. Да, задавайте вопросы. Да, конечно. А включите. Посмотрите там, как включается. Хочу вас поблагодарить. Вы мой герой. Да? Да. Значит, вы моя героиня. Спасибо. Вопрос не по сегодняшней теме. Ну, главное, чтобы не сильно далеко было от темы. По здоровью. У нас есть врач со мной приехал, он консультацию личную вам по здоровью даст. Если вы хотите консультации индивидуальной, то это невозможно при всех. Это неправильно. Мы на благо всех действуем сейчас. А общие вопросы по здоровью я могу сейчас обсуждать, в принципе, если это всех касается. Общая тема какая-то, это лично ваша тема, тогда подходите к моему помощнику. Если он сам что-то не может сказать, он потом через меня это решает. А он здесь, вот Максим, он со мной приехал, он врач из нашего центра. Он бесплатный, консультацию по здоровью даёт. А вы выйдете туда, в фойе, и сразу найдёте Максима. Хорошо. Спросите. Есть здесь кто-то, кто уже давно слушает мои лекции. Имейте в виду, что задавать вопросы не будет возможностей слишком часто. Не будет никаких индивидуальных консультаций. Поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте сейчас, пока есть такая возможность. Потом возможности может не быть. А те, кто не знает меня, нет смысла задавать вопросы, потому что ответ не будет принят. У меня тоже есть. Бывает. Например, если мне говорят, Олег Геннадьевич, я лечусь у такого хорошего врача, так классно лечит вообще. Я слушаю ваши лекции, но лечусь у хорошего врача. Мне очень помогает. У меня сразу возникает вопрос, а почему не у меня? Хотя я не хочу этого вопроса. Я не хочу этого вопроса, правда. Мне хочется, чтобы люди были просто здоровы. Но вопрос возникает. Причем сам. Внутри так раз и возник. Если жена, допустим, с кем-то очень радостно общается, с мужчиной каким-то, я не против, но вопрос возникает внутри. Почему непонятно? Чего он хочет от меня этот вопрос? В чем дело? Почему так? Непонятно. Какая-то тайна в этом всем есть. Вы уже получили ответ? Давайте я вам отвечу. Есть вещи, которые мы не сможем убрать вообще. Просто не сможем. И причина заключается в том, что мы не испытали, не испытывали высшего счастья в своей жизни. Высшее счастье человек может получить только в отношениях с Богом. Это, эти отношения, очень-очень сильно счастливые. Невозможно это описать словами. Если человек это обретает, тогда сравнительное счастье, которое он видит по отношению к себе, что называется завистью, не беспокоит его. Потому что сравнительная степень недостижима по отношению к тому, что я испытал. Все остальное в этом мире для меня становится не таким важным. Но если ты видишь, что кто-то испытывает чего-то большее, человек не может от этого отвлечься. Есть только два способа. Или радоваться за этого человека означает ему служить. Означает служить, только так можно избавиться. Или завидовать. Потому что у нас возникает сравнение. Энергия счастья для нас очень дорогая, и мы не можем без неё жить. Мы сравниваем, это неизбежно. Нам ничего не остаётся делать, это подсознательно происходит. Но если ты служишь человеку, что-то делаешь для него хорошего, зависть проходит сразу, потому что ты начинаешь видеть в нём чистоту. Зависть — это просто непонимание человека. Я вам очень благодарен, что вы пришли на лекцию. Слушайте мои лекции. Есть два способа жить. Первый способ — делать что-то сейчас. и примерно понимать, как это будет существовать в будущем. Это нельзя сказать, что это планы. Это тоже планы, но это как бы оценка своего действия на будущее. Второй вариант — это что так желать в будущем, и это основа. И в меньшей степени вкладывать в то, что делать сейчас. Допустим, девушка мечтает о том, чтобы выйти замуж. Очень сильно мечтает. Но при этом она ничего для этого не делает. Она сидит дома, одинокая, ни с кем не общается. Это вложение энергии. То есть она вкладывает энергии в будущее. Когда человек вкладывает энергии в будущее, это называется «жить в страсти». Когда человек кладет свою энергию в прошлое, это называется жить в невежестве. То есть я думаю о прошлом, у меня всё плохо. Раньше было хорошо. Да? Как в этом святворении. Вот были люди в наше время, да? Не то что в нынешнее время. Богатыри не вы. Пока им досталась доля. Не многие вернулись, спорили. И будь на то, не Божья воля, не отдали бы Москвы. Ну то есть это в ордену. Там говорится о прошлом, человек скорбит. Это жизнь невежественная называется. Итак, у него есть элемент страсти. Как помочь ему? Для этого надо самой выйти из страсти. Нужно принять его объём работы. У него есть трудность какая-то в жизни. Принять означает принять. То есть ты спокойно относишься к тому, что вот он такой. У него есть такая трудность. Если это волнует, значит, это ваша трудность также. Она в вашей жизни появляется в том, что вы мечтаете о муже, который никогда не мечтает. Не может из-за крови. Хорошо. Она сделала, и у неё планы, в том числе и на вашу жизнь. А, вот, совсем другая тема. Не сможете, потому что у неё планы не на вашу жизнь, а это называется привязанность. Вот смотрите, если, допустим, вот вы говорите, Олег Геннадьевич, я вам так благодарна, я слушаю ваши лекции, мне так нравится, и у вас на лице нарисовано счастье, когда вы на меня смотрите. Но в течение лекции может так получиться, что на вашем лице счастье не будет нарисовано. Я, допустим, читаю не так, как надо, но я уже привязался к тому, что вы должны быть счастливы от меня по-любому. Это называется привязанность. В результате я становлюсь несчастным, я смотрю, а вы не радуетесь моей лекции. Я думаю, что же мне теперь делать? Я начинаю вас развлекать, пытаться. Потом, смотрю, вы не развлекаетесь, начинаю злиться на вас. Это называется привязанность. Когда мать привязана к своему сыну, то есть привязанность означает «хочу от человека счастье». Сын всегда даёт матери счастье. Она привыкает к этому. «Хочу счастье». А для женщины счастье — это всегда жизнь другого человека. Жизнь означает события какие-то определённые. Женщина счастлива жизнью других, близких людей. Она не своей жизнью счастлива. Она говорит «я бескорыстная, я не для себя живу». Вот так проявляется женская корысть. Она счастлива жизнью близких людей, не своей. А вот мужчина счастлива своими победами. А женщина счастлива жизнью близких, не своей жизнью. Они радуются атмосфере, в которой они находятся. И вот у вас такая свекровь. Она привязалась к своему сыну, радуется атмосфере, в которой он находится, и мучает вас обоих своей привязанностью. Что делать теперь? Принять, что она такая женщина, как и вы, что все женщины привязываются. Это вид заблуждения, такой иллюзии. И поведение должно быть таким. Надо принять ее, как несовершенного человека, который может ошибаться. Ну и даже старшие бывают несовершенными. Но есть определенный этикет поведения с несовершенными старшими. Надо им улыбаться и поддакивать все время. Говорить «да, мамочка, будем стараться так жить». Вот мы стремимся изо всех сил, но не получается. Она спросит «почему не получается-то?» Вы скажете «потому что мы глупые, а ты умная у нас, у тебя лучше все получается». Она сразу успокоится. Она чуть-чуть смирения прибавит и принятие ее, и все. И ее желание вас поменять, она успокаивается сразу. Она скажет «ну ладно, ладно». И все. Зал потихоньку наполняется. У нас есть определенный план, что когда он наполнится, мы, те, кто сидят за столбами, мы все со стульчиками их пересадим вот сюда, по бокам. У нас есть такой план. Пока так, как они не пришли, они не найдут свои места, просто мы поим все по быту. У меня такой вопрос. Вы упомянули сейчас, что вкладывание в энергии в будущее, чрезмерное, ведет к страсти. А значит ли это, что создатели книг подобных секретов или конфертов реальности, они предлагают ей деть к страсти? Надо что-то. Вот смотрите, если я создаю книгу, допустим, какую-то сам, создаю ее правильно, то я не действую страсти, действую благости. Что касается культивирования мечты в сердце человека, мечты самой, то все зависит от того, какая мечта. Допустим, если я предлагаю человеку какой-то объем действий для достижения цели, тогда это нормально. Но если я человеку просто описываю будущее и ничего ему не предлагаю для этого сделать, тогда ваше мнение, какой смысл в этом описании? Для чего оно нужно? Вот я описываю человеку будущее. Я говорю, тут ты должен стать бессмертным. Человек говорит, вот он говорит, хорошо, я понял, а что делать? Он говорит, что я не знаю. Это не важно, важно, что ты захотел стать бессмертным. Ну, я хочу, а что дальше? Ничего, просто хоти. Но это ничего не меняет в жизни. Я могу, допустим, хотеть принцессу себе взять с женой, но это ничего не меняет, я должен стать принцем, развить себе качество для этого. Жизнь дает человеку подарки, когда он становится достоин. Но если мы описываем какие-то подарки, но не даем рецепт, как их достичь, тогда это деятельность страсти. Вы сами оцените. Вот вы меня вопрос задали, вы сами оцените. Потому что этот вопрос же для вас, не для меня. Правда ведь? Вы оцените, взвесьте. В этих книгах есть рецепт или нет? Если есть, тогда это благостное действие. Всегда нужно отметить цель и потом рассказывать, как ее достигать. Но если отмечена цель, и человек только думает о цели, но при этом достигать не хочет, тогда в чем заключается смысл? Здесь есть грани. Вот смотрите, допустим, я решил, что мне нужен дом. И это желание, чтобы был дом, становится сильнее моей нормальной жизни, в том месте, где я живу. В результате моя жизнь до того момента, пока у меня не будет дома, потеряна для меня. Вот я, допустим, до дома 15 лет. А у меня сейчас не такие условия, как там. А я уже привязался к той жизни. Моя цель — это дом. 15 лет жизни нет. Потому что человек будет все время страдать, пока он не получит этот дом. Так зачем нужна такая цель, которая разрушает жизнь? Или пока я замуж не выйду, я несчастный. Ну тогда зачем нужна такая цель? Ты разрушаешь свою жизнь. Одна женщина ко мне сказала, подошла в 2010 году, в 2010 году, говорит, в 2012-м конец света, Олег Геннадьевич. Я знаю точно. Я говорю, есть признаки, что нет. Она говорит, ну это просто признаки, но я знаю точно, что будет. И вы должны об этом всем говорить. Люди должны знать, что конец света. Я говорю, а зачем? Она говорит, ну люди, знание помогает. Я говорю, вы уверены? Она говорит, да. Я говорю, ну давайте, смотрите. Вот сейчас мы с вами представим два варианта событий, развития событий. Первый вариант. Конец света означает, что все будет уничтожено. А если не все, то мы не знаем, что и как. Вот первый вариант развития событий. Я до 2012 года занимаюсь самосовершенствованием, спокойно живу, развиваюсь. Приходит 2012 год, конец света. Душа все равно бессмертная. Я два года поразвивался, потом в следующей жизни буду дальше развиваться. Теперь человек узнал, что конец света в 2012 году, раньше, в 2010 году. Два года жизни, до свидания. Он не сможет нормально жить все это время. Так зачем раньше тогда узнавать? По этой причине предсказатели чаще всего совершают плохую работу, а не хорошую. Предсказания нужно давать только тому человеку, который знает способ победить эту ситуацию. Или дать ему предсказания вместе с способом. Но я знаю много астрологов, которые говорят людям, у вас в гороскопе три брака, а человек на первом находится в браке. И он думает, ну надо, значит, как-то быстро развестись, быстро два раза, и потом нормально буду жить. А так что мучиться-то? Бесполезная жизнь до третьего брака будет. Просто пустая. Детей не надо зачинать с этим мужем. Я с детьми одна останусь. Сразу много выводов. Или он говорит, осеннее пальто можете не покупать. Знаете, намек такой? Не понадобится. Очень хороший прогноз. Правда ведь? Оптимистично. Причем такие астрологи берут на себя роль Бога. Знаете, роль Бога. Но это Бог решает, человек будет жить или нет, разведется он или нет. Астролог же не Бог. Теперь возникает вопрос, а почему он берет на себя роль Бога? Зачем? Это простой способ стать сильной Личностью. И так же называется деятельность страсти. Вот допустим, я могу сейчас вот так. Я Олег Геннадьевич. Смотри на меня. Какой крутой. Ну то есть, это деятельность страсти. То есть, пытаться внешними способами как-то себя прославить. Бессмыслиться. Правда ведь? Поэтому человек должен просто жить тем, что у него сейчас есть. Не нужно из себя ничего кортить. Не нужно желать квартиры лучше. Надо быть счастливым прямо сейчас. Слово «счастье» означает существование сейчас. «Сейчас» — «тие». «Те» означает существование. «Сейчас» — «тие». Вот будьте радостны прямо сейчас. Прямо сейчас это и есть настоящая правильная жизнь. Дальше кто-то хочет задать вопрос. Олег Геннадьевич, у меня вопрос по воспитанию детей. У нас с мужем растет два сына. И он младший совсем маленький. А старший муж уже три с половиной. У него сейчас плохой период в жизни идет у старшего. Он не болеет у вас? Нет, не болеет. Напряжен? Бывает. На него Сатурн для этого напряжения в организме есть. Его надо купать чаще, прогуливать. Ну, то есть, как-то заниматься его здоровьем. У меня вопрос следующее. Когда он очень, может быть, некрасиво в каких-то моментах себя ведет… Старше. У него хороший период идет в жизни. Потому что, когда человеку хоть сколько месяцев, если у него идет плохой период, он будет мучить всегда всех. Когда хороший, никого не мучает. Так вот, когда старший себя некрасиво ведет… Это значит, что у него плохой период. Я склоняюсь к тому, чтобы его не ругать в присутствии окружающих. Даже если он обижает любителей детей. Нормально. Насколько это правильно? Правильно. Потому что, со стороны социума, я зачастую подвергаюсь такой острой критике. Потому что, как мать или мой муж, как отец, должны его обязательно поругать. Ну, мы считаем, нужно ему объяснить дома. Правильно. Правильно. Он очень чувствительный, ранимый ребенок. Его опасно ругать. Он еще больше напряжется. Напряженный очень. И он поэтому срывается. Идет себя неадекватно иногда. Да, у него плохой период просто идет. Надо это понять. Да, вы это понимаете? Вы бережете ребенка свое просто. Мы это принимаем и ведем в правильную такую политику. Период закончится через год. В любом случае, своих детей не нужно втратить в присутствие других? Иногда нужно. В присутствие других? Да. Да. Как понять, когда нужно? Когда ребенок вас уважает сильно, то можно его везде и всегда не ругать, а воспитывать строго. Само слово «ругать» означает насилие. Воспитывать строгое — это вид любви, который сейчас в современном обществе забыли. Люди думают, что любить можно только не строго. А строгая любовь, она более правильная и лучшая, чем не строгая. Намного лучше. Люди, если в семейной жизни не доходят до строгой любви, у них семья чаще всего разваливается. Потому что строгая любовь означает давать возможность близкому человеку тебе говорить правду. Один раз моя жена на лекцию пришла, посмотрела, говорит, что-то ты вот всем девушкам как-то уж сильно улыбаешься. Как я должен реагировать на ей слово? Конечно, я должен понять, что это сам Бог говорит мне через нее. Строгость — это хорошо. Злоба — нет. Спасибо большое. Спасибо, что приятно.